Шайба в игре. На ледяном поле участники финального матча на Кубок Советского Союза. Московские команды «Спартак» и «Динамо». Всего 14 секунд понадобилось «Спартаковцам», чтобы открыть счёт. 1-0! Идёт «Спартак». Кубковые встречи не признают ничейного результата, поэтому они всегда проходят в острой, напряжённой борьбе. Попытки «Динамовцев» сравнять счёт не дают результата. Более успешно действуют хоккеисты «Спартака». Они забрасывают ещё одну шайбу в ворота соперников. 2-0! Завершился «Дмитратский ремонт» Кубка Советского Союза. Во втором периоде счёт не изменился. В третьем периоде «Динамовцы» действовали более активно и настойчиво. Очередное наступление. И счёт становится 2-1. Но это был единственный успех «Динамовцев». Сергей Михайлович, как вы оцениваете игру сегодняшних соперников? Ну, нужно сказать, что игра была достойна двух хороших наших команд. Игра была интересная, острая, как обычно, кубковые игры. Результат сам за себя говорит. Счёт минимальный. Поэтому за каждый метр, за каждую шайбу была на протяжении всего матча была очень ожесточённая, напряжённая борьба. Но «Спартак» использовал начало игры. Сразу пошёл на штурм ворот, забил шайбу на первых секундах. Видимо, это во многом предрешило исход встречи. Сергей Михайлович, но всё равно в игре сегодняшних соперников были какие-то недостатки. Вот на ваш взгляд, как специалисты, какие всё-таки это недостатки? Ну, всё-таки, что «Динамо» большинство, всю почти игру построил на контратаках. Даже проигрывая при счёте 2-0, всё-таки продолжала играть индивидуально, разрозненно и пользовалась только отдельными контратаками и бросками издалека со стороны защитников. «Спартак» играл своей обычной манерой. Мощно атаковал с подстраховкой в обороне своими защитниками. Так что манеры были разные. Но на последний период, третий период, особенно «Динамо» провела в острых атаках и добилась. Хотя использовала численное преимущество, всё-таки добилась результата. Сергей Михайлович, а чем вы объясните поражение в полуфинале команды «ЦСКА»? Я думаю, что «ЦСКА» проиграла тактически эту игру. Капитану команды «Спартак» Вячеславу Старшину вручён почётный приз. Простите, ребята. Боря, я поздравляю вас с этой большой победой, тем более, что вы этот трофей завоевали впервые. Ну, как говорят, победители не сует. Что вы можете всё-таки сказать о игре своей команды и команды соперников? Ну, прежде всего, надо сказать, что исключительным упорством отличался сегодняшний матч. Нам было особенно тяжело. Дело в том, что у нас нет нескольких игроков, ведущих, которые травмированы. Сейчас проходит курс лечения. И без них мы провели почти весь отрезок. Это, конечно, очень тяжело. Но я благодарен своей команде за то, что она в решающем поединке нашла в себе мужество победить. Нашла в себе силы для того, чтобы удержать победный счёт. Динамовцы, как никогда, сегодня были сильны. Особенно после гола, да? Да. И, наверное, они в двух последних матчах показали лучшую игру сезона. Борис, теперь мне бы хотелось, чтобы вы отметили лучшую тройку вашей команды. Ну, на мой взгляд, лучшей тройкой сегодня была Мартанюк, Шадрин, Якушев. Хотя нельзя забывать и о том, что хорошо сыграли Гуреев и Старшинов. А ваши планы на первенстве страны? Занять второе место. Московские спартаковцы впервые стали обладателями Кубка Советского Союза по хоккею.